Девушки отдыхают Да что ты, померла там, что ли? Отойдите, пожалуйста, там подальше Да подождите вы Ты бы еще пятачками медными насчитала Игорь, какая пятна, неожиданная Девушка, ну вы совсем, совсем, совсем Конечно, удобно Я еще на работе А вечером, вечером совершенно свободно Девушка, вы не намерены сегодня работать или как? Нет, ну вы посмотрите, как вам это нравится Это все от безнаказанности Пардон, пардон Обслужите вы меня Я страшно тороплюсь И вся эта история в мои планы не входит Извините, но я не имею права выдавать пенсию У меня другие обязанности Вы слышали? Позовите начальника отделения, я буду писать жалобу Работаете в час по чайной ложке, а потом скажете обед Мужчины, идите в свою очередь Извините, одну минуту Игорюш, ну только не в итальянский На Маяковского открылся грузинский ресторан «Медея» С кем была? Да не была, я еще просто слышала Да не имей совесть, у тебя очередь до дверей Там начальница уже требует Игорюш, я перезвоню тебе, дорогой, хорошо? Что ты лизишь, не свое дело, Фоменко Впереди Миной выслуживаешься? Думаешь, она назначит тебя заведующей отделом? Я переживу, если назначит кого-то другого Хамство твое надоело Ой-ой, хамство Зануда Ты бы хоть спросил, как у меня дела, что ли? А что спрашивать? Я и сам знаю У тебя проблемы Иначе ты бы не пришел сюда Сколько тебе нужно? Да дело не в деньгах Хотя, если есть деньги, почему бы не поделиться с родным сыном? Тебе уже не десять лет И ты сам должен решать свои проблемы Я понимаю, что тебе есть о ком позаботиться Кроме меня Стыдись Если бы не Анна, этой коллекции не было бы Потому что Аня все Мои заботы взяла на себя Аня, Аня Везде одна Аня Я тебя никогда не прощу Что ты бросил нас ради ее матери Променять родного сына на чужого ребенка Ты прекрасно знаешь Что она бросила институт, чтобы поддержать свою умирающую мать Пока я выплачивал твой картошный долг Ну, понеслось Потом мой инфаркт Разве ты был сиделкой у меня? Нет, ты даже не появлялся в моей палате А вот это вот все Вот это кому достанется после тебя? Ой, Валентина Петровна, это не к нам? Не волнуйся, Анютка Это к Тихоновым приехали А к батюшке твоему сын пришел И важный такой И парфюмом за полверсты несет Понятно До свидания До свидания, спасибо Что-то давно к нам дядя Боря не заходил Да, это точно Привет, дедушка Здравствуйте, дядя Боря Привет, двоечник Ну, это как вам угодно Здравствуй, Боря Привет А вы что, даже чай не пили? Давайте я ужин приготовлю и поедим Нет Борис не останется На ужин Он пришел по делу Мы будем обсуждать вопрос наследства Садитесь Оба Итак Тебе, Борис, я передам коллекцию картин Хотя ты, конечно, этого не заслуживаешь Но что бы там ни было, ты мой сын А квартира? Квартиру, безусловно, я передам Ане Я твой сын Я должен наследовать Они Все равно я квартиру отсужу Когда придет время Костя, побудь с дедушкой Ты что творишь? Ты помнишь, что отца микроинсульт был месяц назад? Какой он тебе, отец? Втерлась в приличный дом Разбила семью Вся свою мать, да? Не оскорбляй мою мать Убирайся отсюда Скотина Мам Все хорошо, Костя Все хорошо Я пойду к дедушке Марина, привет Ну что, ты подменишь меня? Зимину я предупредила А, да ты что Ну, выздоравливайте Нет, все нормально Угу, пока Ты обедать пойдешь? Сейчас, секунду Пап, привет Слушай, ну, не получается мне сегодня уйти пораньше Поэтому ты без меня никуда не ходи Обещаешь? Ну, хотя бы Костю дождись Хорошо Дочь возится со мной, как с ребенком Что же вы ее обманываете? Через весь город приехали один С вашими-то болячками Слушайте, давайте я вам вызову Нет, нет, не надо Я прекрасно себя чувствую Особенно сейчас, когда Могу быть спокоен За будущее, Анюты Ну что ж, оригинал завещания Будет храниться у меня А мне остается пожелать вам только благоденствия и долгих лет Спасибо 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 Ты же понимаешь, что у тебя с моей мамой Это с собой Что значит, ты понимаешь, что у тебя без вода Света Ага Ты же знаешь Я тут с ним Если не поможете, то я с вами с тобой Ты меня с нами В общем-то, от меня я бы старалась на самом деле Ага Юль, подожди По-моему, мужчине плохо Мужчина, вам плохо? Криш, вызывай скорую, ему плохо Да, сейчас Аня Что? Алё, скорая? Не волнуйтесь Не волнуйтесь, ради Бога Мужчине плохо Да, пап, привет Кто? Как по-скорой увезли Я сейчас приеду Зря не пошла, там такая вкусная выпечка была Таня, меня папу по-скорой увезли Ты меня прости, пожалуйста Ну, давай, может, ты как-то сама, ладно, сегодня Я компьютер забыл? Да выключи я все, беги уже Ага, спасибо, прости меня Ах, как жаль, случайно вышло Что с ним? Инсульт Вы ему родственницей или знакомой? Нет, нет, мы не родственники Мы с мужем тут сидели Увидели, что человек плохо Да, вот его вещи, кстати говоря Спасибо вам Да ну что Спасибо Ой, Гриш Ну дела, слушай, ну дела Гриш, ну вот я тебе все время говорю Бей таблетки Да ладно Гриш, у тебя холестерин Гриш, у тебя холестерин И все равно в материальном плане тебе полегче будет Дед ведь, царство небесное, все деньги на картинки переводил Марина, что ты говоришь? Ему это сил придавало А у тебя от немало Ничего, ничего, все наладится Не волнуйся, Зимина поорет, поорет и успокоится Будешь еще? Я вообще не могу понять, куда делась эта ведомость Я как раз с ней работала, когда мне про папу сообщили Может, ты документ не сохранила? Я сохранила Мне это на автомате уже Костя, открой А почему вы сразу с нами не поехали? Садитесь, я горячее сейчас принесу Сиди, я сама принесу Да не суетись, мы уже обедали Правда, Борь? Правда Будьте как дома, гости дорогие Марина Боря, мы зачем сюда пришли? Про завещание спроси Ну что, сестра, пора решать Что будем делать Отец не успел По крайней мере, при нем документов не было Анька, молчи Так, ты кто такая вообще? Мы с вами на ты не переходили А дома? В комнате искала? Я вообще не думала об этом Боря, сейчас пока не до этого Ты когда будешь квартиру-то освобождать? Нет завещания? Значит, все по праву Борина Боря, ты можешь забрать картины Фарфор, книги Мама, книги? Да, Костя, книги А за квартиру мы будем бороться И если надо, в суде Напрасно время и деньги потратишь Удачи Боря, пойдем Все, пойдем Моя мама вышла замуж за Георгия Борисовича Когда мне было пять лет И с тех пор Я жила в квартире отца Отчима Простите, я привыкла называть его Отцом Вы говорите, что отец Собирался составить завещание Да Да, он накануне составил его Но Никаких документов при нем не было К сожалению, в суде Выиграть ваше дело будет достаточно сложно Неподтвержденное родство раз Отсутствие завещания Это два Нет, конечно, вас никто На улицу не выгонит вместе с сыном школьником Однако, это только Вопрос времени Борис Климен, он Прямой наследник Я требую В конце концов, я единственный сын Понимаете? У меня другая информация В завещании Упомянута ваша сводная сестра По закону Я обязан огласить Завещание В присутствии всех Последников Хорошо Дядь Боря, как вы зашли? Вообще-то, это квартира моего отца Мамы нет дома А я не к ней Так, мужики, проходите Значит, снимаем картины Вот эту, в первую очередь Потом вот эту Вот это И вот эту давайте Что вы делаете? Это же воровство Иди гаммы своей пилихой Это не ваши картины Это картины дедушки Теперь мои Зачем ты его впустил? Я его не впускал У него есть свои ключи Пусти его Это была Воля дедушки Может, отдашь мне ключи? Я отдам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло Алло Говорите Граждан, может, вы слышали или видели саму машину? Нет, мы не видели машину Машину не видели, да? Нет, нет, нет Ну какой-то звук Так Слышали звук? Да Звук у Дана, правильно? Да, да А я вообще ничего не слышу Я глухая Но с 24-й квартир такой Извините, вы что-то хотели? Я, наверное, ошиблась Мне нужен нотариус, Котов Андрей Петрович Нет, почему? Вы пришли по адресу Вчера вечером на него было совершено покушение А вы по какому вопросу, если секрет? Вы просите, кто? Следователь Стасов, я занимаюсь этим делом Ага А я хотела узнать по поводу завещания У меня папа умер А что же теперь делать-то? Все сгорело? Ну, судя по всему, да А вы здесь первый раз Напишите мне свой телефон Я вам позвоню, если Котов очнется Ага Спасибо Спасибо А я позвоню Фигня какая-то А вот это уже кое-что Что вы здесь делаете? Тихо, тихо. Уже ухожу. А у тебя прикольная балалайка, кстати. Я заценил. Оп, ты какой-то нервный пацан. Нельзя так. Где у мамки спят на завещание? Я не знаю. А знал бы и не сказал. Смелый пацан. Извините, сын. Анна Петровна, дай ты садись. Аня, ты знаешь, что я всегда была очень довольна твоей работой. Но в последнее время ты на себя не похожа. Клиенты жалуются. Месячная ведомость оплаты ЖКХ уничтожена. Ты знаешь, что у нас сокращение кадров? Аня, извини. Я остановилась на тебе. Отпустите, что вы делаете? Не трогайте меня! Не трогайся, пока просто побазарим. Что вам нужно? Что вам нужно? Видишь, пока на своих ногах идет. Будешь упираться, будет ползать. И на балалайке своей зубами играть будет. не трогайте моего сына, пожалуйста. Что вы хотите? Всего ничего. Чтобы уже сегодня вечером вас в квартире Климина не было. Да. И не вздумай в ментовку, курица. Я за тобой смотрю. И что теперь? Всю жизнь прятаться? Надо идти в полицию и писать заявление. Марин, я не смогу доказать, что они мне угрожали. Как я могу рисковать жизнью сына? Ты знаешь, Костик для меня... Да, уж знаю, знаю. Ладно, пару ночей у меня перекантуетесь, но ты знаешь, не больше. Мы сами в двушке, в пятером, как кильки в бочке. Кошмар. Вся жизнь в двух чемоданах уместилась. И в одной коробочке. Ну, что за меня такая невезучая подруга? Здравствуйте, тетя Марина. Привет. Костя, как ты добрался сегодня из школы? Да как обычно. А зачем чемоданы? Мы должны уехать отсюда, потому что друзья Бориса не оставят нас в покое. Я никуда не поеду. Надо... Надо писать заявление, надо звонить в полицию. Вот и я говорю. Завещание не осталось. У нас нет прав на эту квартиру. Понимаешь ты? Нет, не понимаю. Дед всегда говорил, что ты боец, а ты... будет так, как я сказала. Костя, а ты не видел бабушкино кольцо с изумрудом? Нет, зачем оно мне? Вчера, когда я пришел из школы, здесь был друг дяди Бори. Может, это он? Квартира, как вы видели сами, ну требует ремонта. Я поэтому так дешево и сдаю. А документы вы мне покажете? Да, конечно. Давайте пересядим. вот и паспорт. Так, вам нужна квартира или нет? А то любой другой, знаете, с руками оторвет. Да, конечно. Вот деньги за два месяца, как мы договаривались. Пересчитайте, пожалуйста. я вам доверяю. Так. А ключи? А, конечно. Угу. Ключи? Да, спасибо. На связи. А мне понравилась школа. Рядовая не значит заурядная. Да, Костя? Угу. Ничего, чай не принц. Привыкнешь. А ты-то, мать, куда ходила на собеседование? Слушай, проще сказать, где я не была. И ничего. Да уж, подмешурила тебе зимина с этой записью в трудовую. Бог с ними. Все наладится, Костик. У меня предчувствия. Смотри, смотри, мама сыночка в школу привела. Сыночек красивенький, нарядненький, со скрипкой. Ути-пути, ой ты мой маленький. Я тебя подвела? Да нет, все нормально. Я справлюсь. Удачи. Слушай, а ты можешь на скрипке-то что-нибудь? Да пожалуйста. На памперсы взять не забыл? Э! Давай вали отсюда, пока ветер без кирпичей. Папа ты накосячил. Прекрасно. Ой, простите, слушай, не заметил. Надо как-то аккуратнее ездить. Так, давайте я вам помогу. Что делаете? Отойдите от меня. Так я просто помочь хотел. Не надо мне помогать, я сама справлюсь. Вы что, феминистка что ли? Ну ладно, давайте пойдемте, я тороплюсь, я вас отвезу, куда вы хотите, пошли. Ну что меня хватает? Отпустите меня, не трогайте. Вы хулиганка. Сам такой. На Таньку жалобу накатали. Зимина ее уволила, прикинь. Знаешь, меня это уже не касается. Точно? А то Зимина про тебя спрашивала. Будет звонить, не удивляйся. Не будет, она ж гордая. Я тоже в ноги не упаду. Да нет, назад дороги нет. Дороги бывают разные. Посмотри туда. Узнаешь? Это кто? Ильин? Это Ильин. Как ты его нашла? Секрет фирмы. Жди меня здесь. Хорошо? Простите, у вас свободно? Господи, Костик, привет! Не узнаешь меня? Нет? Марина. Подруга Анютки. Ну, Ромео. А-а-а, точно, да. Привет, как жизнь? Извини, я опаздываю очень. У меня все хорошо. Семья, дети. Ты это как? Куда ты делся? Куда ты слинял 16 лет назад? Ну, как? Работа, дом, работа, дом. Так, ничего особенно интересного. Извини, я правда, перерыв кончается, надо бежать. Как Анютка? Ты знаешь, а у Анюты все прекрасно. У нее растет замечательный сын. Рад за нее. Увидишь, привет передавай. Салют, дорогая. Какая я тебе дорогая, придурок. Девушка, посчитайте, пожалуйста. Конечно. Алло. Ну, где ты там прячешься? Иди сюда. Давай. Салат «Разбитое сердце». Два. Тебе привет. Как он вообще? Он в шоколаде, подруга. Ну, весь такой из себя. Часики недешевые. Парфюм. Вот его надо как взять. Я не буду у него деньги клянчить, ты знаешь. Вот этот твой характер, ну, бесит меня просто. Ваш салат. Ну, ешь салат. Я не буду салат. Я угощаю. Я угощаю. А разбитое сердце называется. У него должны быть тоже обязательства перед сыном. И вообще, может, он обрадуется. Мужики, они гордятся сыновьями. Да глупости, Марин. У него, кстати, офис тут недалеко. Кольца на пальце вроде не было. Ну, прекращай. Вот это меня вообще не интересует. Ага, 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 так я и поверила. Ну, молодец, только много танцуешь, надо силы экономить. Почему молодец? Никола, уймись. Вечно ты недоволен. Надюх, снимаем шляпу. Вторая пара. А Егорка-то как возле Надюхи-то бьется? Провожу тебя после тренировки. Зачем? Ну, ты девочка. Давайте работаем, первая связка. Пойдемте, хорошо. Ты мачо недоделанный. Еще раз прикоснешься к моей дочери, размажу по стенке. Николай Дмитриевич, вы меня неправильно поняли. Я ничего такого не имел в виду. Я клинюсь, больше пальца не трону. Пап, отстань от него, а? Иди давай. Герой. Это ты у нас герой, папочка. Пришел, увидел, морду набил, да? А тебя часом не Юлия Цезарь звать? Наполеон Бонапарт. То будь девочкой, общайся с мальчиками, то не будь, то не общайся. Ты своей личной жизнью займись, найди себе тетку нормальную, наконец, и ее контролируй. Надюх, ты чего? А ну, стоять! О-о-о-о, дай сюда! Вдох, вон есть нечего, он уже полквартала наполит. Стой, ой, разошла! Позвари мне! Я зарабатываю, я не трачу, поняла? Петруха, ты у пионера попроси. Сосед? Мое почтение. Слушай, на полбанки одолжила. Трубы горят, мочи нет. Простите, не понял. А че тут непонятного? А похмелиться надо. Видишь, тяжело совсем. Я отдам, честное слово. Прямо много благодарен. Молодец, молодец. Давай, спасибо. Во, видали? Пошли, попрошли. Красавчик! Ну, признайся, палку перегнул. Я, конечно, понимаю, Надя, это боец. Ну, она девочка. Девочка, понимаешь, девочка, устрою праздник. Не знаю, сюрприз приготовь, подарок купи. Ну, у Надьки день рождения скоро. Ну. Я ей пластинку подарю, ее любимую. Они с Наташкой часто слушали, а я сломал, ну, случайно. Ну, понятно. Пластинку. Угу. Угу. Ну, пластинку, так пластинку. Приходите еще. Чем интересуетесь, барышня? Здравствуйте. Вот у меня Джо Досен есть, очень редкая пластинка. А классика у вас есть? У меня все есть, как в Греции. Что конкретно интересует? Вот у меня в детстве такая пластинка была, Григо. Волшебная музыка. Может, у меня есть то, что вы ищете. Ну, девушка, ну, как я опучусь в половину, ну, сами подумайте. Вот это разговор. Спасибо. Да, мне-то за что. А, спасибо, я бы не смог бы так вот доступно объяснить все. Подождите, а вы что сделали? Как что? Пупил полостинку, подарок для дочери. Ну, она мне нужна. Вы извините, мне нужнее. Девушка, может, еще что-нибудь? Давайте подберем. Вот у меня, смотрите, Лемешев, прекрасная подборка. Чудный голос, с фотографиями. Обратите внимание. Спасибо. И вам всего хорошего. Костя, привет. Привет. Привет, мам. Кто тебя избил? Ну, а почему сразу избили? Может, я подрался? С кем ты подрался? В школе? Ой, что за день сегодня такой невезучий. Одни неприятности. Мне сегодня из-под носа Григо увели. Я прям держала уже эту пластинку в руках. Боже. Терпи. Мам, так я могу тебе Григо скачать из интернета. Из интернета это уже не толкость. Волшебство исчезает. Поздравляем, поздравляем, поздравляем! Ну что, Надюх, поздравляем, держи. Тихо, тихо, подождите, дайте отцу поздравить. Наденька, я, наверное, несносный отец. Плохо готовлю и вообще ничего не понимаю. Тиран, наверное. Но я тебя люблю. Тихо, 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 тихо. Так, подождите. Это вот тебе подарок музыкальный. Я надеюсь, тебе понравится. Держи. Спасибо. Знаете, ну не знаю, мы с супругой, в общем, скинулись. Есть. Ну, блузка. Ну, в общем, супруга, да. Держи, чем мы, Григорий. Спасибо. Поздравляем, поздравляем. А мы кулинарную книгу. Хозяйке надо обязательно, держи. Спасибо. Поздравляем. Спасибо. Ну что, вот, как ты любишь апельсиновый. Ребят, разбирай. Давайте, разбирай, ребят, налетай. Налетай. Короче, Надюх, с днем рождения. Ура, товарищи. Ура. Давай. Я надеюсь, вы разберетесь с этой ситуацией. Потому что это ненормально, что ребенок приходит домой с синяками. Согласен. Это ненормально. Ваш сын должен защищать себя сам. Вы так не считаете? А мне кажется, что мужские качества проявляются не только во владении кулаками. Костя скрипач, у него скоро ответственный конкурс. Он бережет пальцы. Дай-ка я. Эй, а ну разойдись! Ай! Да что? Да Надюха! Ай! Вадька, Ванька, не видать вам бокса, как своих ушей. Надюха, ты чего? Он сам виноват. Идите отсюда! Давайте! Валите! Ты что, не защищался? Пацифист? У меня конкурс скоро. Я полгода к нему готовился. На скрипке шпаришь? Как-как? Скрипач? Ну да. Пойдем, провожу Паганини. Как же ты такой разукрашенный на конкурс пойдешь? Да все нормально. Ты ходила к директору? Мам! Ходила. Я должна тебя защищать. Ты понимаешь, что ты только их провоцируешь? Мне уже не три года. Хватит меня защищать. Костя, я обещаю, что мы снимем квартиру в другом районе. А я с офигенной девочкой познакомился. Хотя я уже за это заплатила. За два месяца. Мам, ты меня вообще слушаешь? Что? Она любит Моцарта и занимается боксом. Кто? Девочка, которая меня спасла. И мою скрипку. Девочка-боксер? Угу. Оригинально. С днем рождения, мой солнечный лучик. Сегодня ты стала на год взрослее. Значит, в мире прибавила света и добра. Счастья тебе, солнышко. Люблю. 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 Спасибо, мамуль. Нет. Нет. Нет, нет, нет. Господи, какая я тетка. Нет, я не могу. Сударыня, вы от кого-то прячетесь? Нет, я работаю еще. Прекрасно. Мне как раз нужен продавец-консультант. Скажите, вы читать любите? Да, очень. Прекрасно. Образование выше? Нет, средне-специально. Прошу прощения, но, наверное, не сможем друг другу помочь. Дело в том, что здесь нужно знать литературу, разбираться в живописи, ну, что помогать клиенту. Как говорил великий Саадия, говори с людьми в соответствии их разума. До свидания. Кто после разговора с вами не бывает доволен собой и своим умом, тот и вами вполне доволен. Лабрюер, мне кажется, не менее актуально для продавца. Вы, если не хотите человека брать на работу, не надо его унижать. Ну, подождите, подождите. А кого из художников вы любите? Зачем вам? Ну, мне так нужно. Мой отчим очень любил импрессионистов. У него даже были эскизы Коровина. Подождите, почему были? Потому что он умер. Извините. Я пойду, я действительно ищу работу и тороплюсь. Погодите, куда вы побежали? Вы уже нашли работу. Нашли. Вы мне берете? Конечно. Серьезно? Да. Надя, не глупи, позови отца. Ну, пожалуйста. Люба? Коля, Коля, я так у тебя соскучилась. Прости меня, пожалуйста. Я такая дура. Я не могу без тебя. Ну, прости, 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 прости. Пап, да у нее просто деньги закончились. Надя, ты злая. Ничего, подрастешь, поймешь. Сейчас. Пап, если ты с ней снова замутишь, то я уйду из дома. Коля, а давай начнем сначала, а? Давай все забудем. Ну, вспомни, вспомни, как на полу хорошо. Что, Сироткин уже не устраивает? Да я давно с ним рассталась. Ну, давай забудем. Ну, я была глупая, дура была. Ну, пожалуйста, давай начнем сначала. Ты слышала? И что? Ты теперь всегда под нее подстраиваться будешь? Тебя проводить. Костик, ну что ты крутишься? Ты кого-то ждешь? Мама, это сюрприз. Ничего себе. Здравствуйте, Керман. Добрый день. Здравствуйте. Привет, Паганине. Привет. Мам, это Надя, я тебе о ней рассказывал. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас узнала, мы вас из лужи окатили. Отец извинился? Ну, все, мне пора. Удачи, сынок. Ну, пойдемте. Ну, пойдемте. Костик, не переживай. Второе место это тоже неплохо. Да я бездарность. Сынок, Паганине, хватит ныть. Ну, не поедешь ты в Австрию сейчас, съездишь лет через пять дикарем. Охота тебе с группой таскаться. Туда не ходи, сюда не ходи. Надя права. Надя, а пойдемте к нам чай пить? Я торт купила. У меня сегодня первый рабочий день. Пойдемте. Ты на всех фотографиях с дедом, а отца что, нет? Отец Костя погиб за полгода до его рождения. Понятно. У меня мама семь лет назад умерла. Какие прикольные фигурки. Их коллекционировала моя мама. Они мне очень дорогие. Они с отчимом даже разыгрывали целые спектакли для меня. Какой смешной. Мама называла его задира. Потому что он все время попадал в какой-нибудь переплет из-за своего характера. Прямо как мой папа. Я уже подъехал. Одна. А, все, все, все. Я тебя вижу. Все. Привет, пап. Привет. Это Костя. Я тебе про него говорила. А это тетя Аня, и вы уже знакомы, как бы. Здрасте. У вас прекрасная дочь. Я надеюсь, ей понравился ваш подарок. Пойдем, Костя. Надя, очень приятно было познакомиться. Заходите к нам по часу. Хорошо. Чего? Пойдем. Ну вот. А я думал, что с ума схожу. Привет, Анютка. Здравствуй. Не ожидала тебя увидеть. Так это значит, тебя я каждый день на остановке вижу, когда на обед иду. Возможно, я во вторую смену работаю, и к обеду приезжаю. Наверное, меня. Я могу помочь? Помню, ты фантастику любил? Да нет. У начальницы юбилей. А что она любит? Путешествовать. Ну, тогда, может быть, путеводитель по Европе. Ага. Хороший подарок. А помнишь, твой отчим меня экзаменовал при первой встрече? Я чуть не сбежал. Привет ему передавай. Папа умер недавно. Вот то, что тебе нужно. Прости, я ее не знал. О! Прекрасный выбор. Любите путешествовать? Да это подарок начальнице. Ань, может, пообедаем? Нет. Нет, нет. У меня очень много работы. Ничего, ничего. Я справлюсь. Спасибо, Инесса Валентиновна. Подождешь меня минутку? А ты где так английский выучил? А я в лицее учился, с уклоном. Ну, и дед натаскал. Он у меня пять иностранных знал. Скучаешь по твоей жизни? Жизнь одна. Обстоятельства разные. По деду скучаю. Да, привет. Я у Фоменко. У Кости. Могу и сама доехать. Не маленькая уже. Хорошо. О, отец меня сейчас заберет. О, соседушка, здорово. Дай тебе обниму. Не надо. Дайте мне пройти. Подожди, подожди, подожди. Понимаешь, что такое дело? У Майзинки дюха сегодня. Дайте мне пройти. А у меня деньги все закончились. Ну, тридцать рублей. Я должен и подарок. Я дам честное слово. У меня нет лишних денег. Дайте мне пройти. Да, посмотрю-то. Вы что делаете? Отдайте мою сумку. Отдайте мою сумку. Отдайте. Отдайте. Я сейчас за собой. Отдайте. 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 Мужики, ну-ка. Спокойно. Тихо, спокойно. Чего? Ну-ка, встали. Пошли. Так, господа алкоголики, еще раз. Хоть один недобрый взгляд в сторону соседей. Будете иметь дело со мной. Понятно? Понятно. Все, брысь. Брысь отсюда. Давай, давай. Ну, черт. Ну, черт. Черт, не пристал. Идите, идите, идите. Это ж тот самый бессонный. Вижу я. Теперь это давайте. Рвачку. Спасибо. Не привыкли мы еще к такому соседству. Они только недавно из центра переехали. Ну, мы пойдем. Может, чаю попьем? Я торт купила. Давайте. Папа, ты до сих пор считаешь, что все музыканты хлюпики? Ну, этот так же верно, как и у всех боксеров, головы отбиты. Папа, у меня философ. Да, чуть не забыла. Вот. Нет. Держите, держите. Я не могу. Это подарок. Это компенсация за все неприятности, связанные со мной. Берите. Спасибо. Я поставлю? Мне папа такой же подарил, когда мне было лет двенадцать. Я очень любила ее слушать. Представляла, что я переношусь в волшебную страну. А потом она куда-то пропала. Надя, держи. Теперь задира твой. Но это же память о вашей маме. Я знаю. А так же я знаю, что я отдаю его в надежные руки. Спасибо. Ну что? Теперь сам видел, тетя Аня хорошая. Просто у них в жизни черная полоса. Брат из квартиры выгнал. Приятель у брата кольцо украл с изумрудами. Мамино кольцо. Ты молчишь, адвокат. Твоя тетя Аня сама виновата. Бороться надо за свои права. Так завещания же нет. Как ты не понимаешь? Ну признайся, она же тебе тоже понравилась. Нормальная женщина, как все. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Да, привет. Встретиться? Да, могу. До завтра. Вчерашний? Стоп, 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 стоп. Интересно, а кто это вчерашний? Человек, которого я не видела 17 лет Человек, которого я любила всю жизнь Да? И кто он? Он отец моего ребенка Знаете что, мамушка? Иногда возобновлять старое знакомство некоторым образом вредно Он особенный Очень интересный мужчина И ты его волнуешь, не сомневайся Субтитры подогнал «Симон» Ты знаешь, я хотела тебе кое-что сказать Что-то очень важное Только не перевивай меня Хорошо Ты же знаешь, что у меня есть сын Которого я родила 16 лет назад И назвала тоже Костей Ты его отец Дура Зачем я это сказала? Я очень счастлив Правда Он очень похож на тебя Он очень похож на тебя Это жена Бабника Жена? Я не знала, что ты Ниночка, ну все не так Я объясню Хорошо гуляешь на мои деньги Шампанское, торт Только раньше шлюшки были помоложе Я сама все сейчас объясню Свободная А ты, пупсик Ищи новую работу И новый дуру Мама Ха-ха-ха-ха Доброе утро, мам. Привет. Ты не спала? Кажется, я заболела. Я побуду с тобой? Нет. Нет, иди в школу. Все будет хорошо. Дай мне телефон, пожалуйста. Спасибо. Константин Маркович, вы извините, ради бога, я сегодня не смогу прийти на работу. А что? Кажется, у меня ангина. Да. 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 Та-та-та. Та-та-та. Вот, Надя, ну-ка, 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 попробуй. Попробуй, попробуй. Осторожно. Осторожно. Шедевр, а? Шедевр. Ну и зря. Они не смогут прийти. В смысле? Так. Ну-ка, набери, набери, давай. Алло, Костя, передай, пожалуйста, маме трубочку. Анна, добрый день. Проблемы о ней уходят, приходят, а мясо по-венгерски я один раз в году готовлю. Да? Ну, может, все-таки... Ясно. Поддался на твои уловки, Надежда. Пап, ну ты куда? В клуб. Здравствуйте. Здравствуйте. Анна Фоменко? Да. Распишитесь. Распишитесь. Всего доброго. Константин Маркович, не оплакивай смертной вчерашних потерь, дел сегодняшних завтрашней меркой не мерь. Ни былой, ни грядущей минуте не верь. Верь минуте текущей. Будь счастлив теперь. Да, очень вкусно, папа. Вот, толстой, просто в идеальном состоянии. У меня здесь только вот печать трачено. Ну, средний. Ну, да, не очень хорошо. Ну, я поставила соответственно. Ну, приемлемо. Вот. Здравствуйте. Здрасте. Константин Маркович, спасибо вам за поддержку. Ты рассыпалась на молекулы. Инесса, извини, пожалуйста. До свидания. Во-первых, это тебе подарок. Во-вторых, ангина за один день не проходит. Поэтому рассказывай, что случилось. Мой прекрасный принц оказался редким мерзавцем. Мало меня, жену. Ну, вот, благодари Бога, что он вовремя открыл тебе глаза. Ты достойна большего. Знай себе цену, Аннушка. Из-за него я обидела хорошего человека. Ну, что? Как вчера прошел семейный ужин? Да никак. Да женщина меня с ума сведет. В каком смысле? Прямого. Министры меняются 10 раз на дню, как по минному полю. Ну, что? Ну, тогда брось это дело. Не могу. Она бесит меня до дрожи. Но вот все равно думаю о ней. Ну, тогда, старича, терпи. Ты знаешь, женщины не такие, их завоевываются. Кстати, дарите песни петь. Копья ломать. Вы кто такая? Извините, а вы кто такие? Гена, вызывай полицию. Так, стоп. Мы хозяева этой квартиры. Таня, покажи документы. Мы эту квартиру снимаем. Костя, принеси договор. Вы не можете снимать эту квартиру, потому что мы ее купили. Здравствуйте. Здравствуйте. Три месяца назад. Купили. Ну, а мы сняли эту квартиру на два месяца, я заплатила деньги. Мы никуда не уедем отсюда. Вы читали договор. Где же черным по белому написано? Деньги платятся только за информацию. Я понимаю, что вам в пятером тесно, но хотя бы на пару ночей, Марин. Хорошо, я жду. О, соседка. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы что, с вещами? Нет, нет, нет. Что случилось? Нам идти некуда. Вот, Юдрин, Матрин-то. Ладно, пойдем ко мне. Да ты не бойся. У меня мужика на пятнадцать суток посадили. За драку. Так что... Вам кого? А я, собственно, к Анне Фоменко. Это же ее, по-моему, квартира. Ваша Анна, квартирная аферистка. Это наша квартира. Прошу вас, не приходите и не звоните. Мужик, не доводи до греха. Подождите, не кипятитесь. Куда они поехали? А я откуда, знаем. То есть ты выставил женщину с ребенком на улицу и даже не поинтересовался, где они будут жить. Аня, твой спортсмен. Здравствуйте. О, привет. Добрый день. Здравствуйте. Здрасьте. Ну, а чего вы за помощь-то не обратились? Да зачем вам наши проблемы? Мы пока здесь поживем. Завтра я пойду искать квартиру. А поживите вы у меня. У вас? Да вы что? Мы едва знакомы. Ты что, меня боишься? Не надо. Я обещаю, не посягну на твое личное пространство. И потом я дома почти не бываю. Ну, так, ночевать приезжаю. Ну, и в конце концов, я же... Я же тебе не замуж предлагаю выйти, только пожить. Ну, я не знаю. Костя, ты как? Ну, лично я не против. Ну, тогда мы будем платить вам за комнату. Хорошо. Это тебе, кстати. Спасибо. Костик, давай, собирай вещи. Давай. Странно, что Костик такой тощий на ваших-то блинах. У него генетика такая. Физкуль, привет. Я думаю, мне это снится. А это, на самом деле, праздник у нас на кухне. А чего, что я тут хозяйничаю? Да нет, конечно. Ты? У вас в холодильнике вообще пусто. Кефир и полкурицы. Вы что, вообще дома не едите? Подростку нужно полноценное питание. Да, папочка. Всем доброе утро. Доброе утро. Старсмену что нужно? Белки и медленные углеводы, а вот выпечка не-не. Ну и не ешь. Ну, куда-то, куда-то. А у меня растущий организм. Мне надо. А руки-то все помыли. А может, сходим куда-нибудь все вместе? В воскресенье все-таки. В Талице. На рыбалку. Ага. На рыбалку. Будет весело. Нет, так не делай. Так не делай. Крючком зацепишься. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Не тяни. Не тяни. Вот так вот и сто. Я пойду мангал проверю. Осторожнее. Крючком. Так. О, хорошо, хорошо. Нет. Да, елки-палки. Мама. Ань. Ань, иди сюда. И давай. Надюх, давай машину. Там плед и мой костюм. Хорошо, пап. Я вообще-то... Вот и поюще. Осторожнее. Я случайно. Давай. А уточку... Да бог с ней. Бог с ней с удочкой. Пошли. Ну, ты даешь, а. На секунду отвернулся, и ты уже в воду. Давай, давай, давай. Субтитры сделал DimaTorzok Передай своему мужу Лузову, что я ему голову сверну. Если завтра не вернет мне бабки. Ясно? Ничего себе встреча. Послушайте, я знаю, что это вы взяли кольцо моей мамы. Но если вы не успели его продать, я готова у вас его выкупить. Вы ошиблись. Ну, вы поймите, моя мама носила его всю жизнь. Она его даже не снимала. Какое кольцо? Какая мама? Иди отсюда! Мать, это кто? Что ей нужно? Да я не знаю, я в первый раз ее вижу. Ну, извините, ну, пожалуйста, верните мне кольцо. Оно не такое ценное, просто оно дорого мне, как память. Ну, верните. Да пошла ты отсюда. Так, что происходит? Отпусти его, отпусти его, не души его. Мужик, который кольцо украл. Отпусти, говорю. Какое еще кольцо? Это мое кольцо, мне Мася подарил. Это мое кольцо. Иди в машину, дура. Идергайся. Значит, вы утверждаете, что кольцо, которое находится на гражданке Ивановой, принадлежит вам? Да. А какие-то особенности у него есть? Детали? Да. Там на большом камне есть маленький скол, а внутри кольца инициалы моей мамы L и M. L и M. Гражданка Иванова, дайте кольцо. Так, скол имеются и инициалы. Все верно. А вам, гражданка Иванова, надо быть разборчивее с мужчинами. Так, ознакомьтесь, если нет раздражений, распишитесь. Не спится? Как ты меня напугал. Я тоже не могу уснуть. А Костик спит, как младенец. Давно не видела его таким счастливым. А ты? Тебе как? Понравилось? Да, конечно. Было как в детстве. И кольцо нашлось, чудо какое-то. Спасибо тебе. Ну вот видишь, мы уже на ты. О, а что это вы тут делаете? Домашку твою по физике делаем, вот что. Совсем забыла. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Зачем ты пришел? Извиниться за тот вечер. Прости, я не знал, что так было. Не знал, что ты женат? Я и не говорил, что я свободен. Ну, конечно, ты всегда был мастером туманных фраз. Аня, ну не надо так прекратить. Бери руки. Просто я, когда тебя увидел в первый раз, нахлынули воспоминания, и я понял, что я могу сделать тебя счастливой. А жена? Ну что жена, жена. Жену я люблю, мне с ней хорошо, но ты-то совсем другое. Ты мечта моей юности. Ты мать моего сына. Я хорошо зарабатываю. У меня хороший... Я не понимаю, ты мне что предлагаешь? Стать твоей любовницей? Мне тошнит от тебя. Познакомь меня с сыном. Как ты себе это представляешь? Костик уверен, что у него нет отца. Тут вдруг ты появляешься? Тебе зачем это, Элен? Ты в папу захотел поиграться? Что тебе нужно? Ань, ты же меня знаешь. Я все равно добьюсь, чего хочу. Зато ты меня не знаешь. Не смей. Если ты сунешься к моему сыну... Кто это был? Клемин? Нет. Это мое прошлое. Следователь звонил. Нотариус пришел со знания. Ты представляешь? Так ура! Куда едем? В больницу? Да. Оригинал завещания вашего отца уцелел. Господин Котов хранил оригиналы всех своих документов в своем, не сгораемом сейфе. Преступник об этом знать не мог. И завещание при пожаре не пострадало. Все мое имущество кое-то дню моей смерти окажется мне принадлежащим. В чем бы такового ни заключалось и где бы оно ни находилось, я распределяю между падчерицей Анны Петровны Фоменко и сыном Борисом Григорьевичем Племяным. Сыну коллекция картин, падчерице, квартира и все недвижимое имущество. Содержание статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации мне, Нотариусом, разъяснено. Текст завещания написан ну и лично, ну и тому подобное. Что ж, если такова была воля отца, я, конечно, квартиру верну. Но только после оплаты ремонта. Я на минуточку сто тысяч потратил. Не торопитесь, гражданин Томин. Идем дальше. Покушение на гражданина Котова. А ко мне это имеет какое отношение? Я надеюсь, господин Зырин вам освежит память. Задержанного введите! А вы, Анна Петровна, свободная. Вам спасибо. Садись. 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 Николай Дмитриевич, здравствуйте. Привет, звезда. Что ты здесь за концерты устроил? Тебе деньги нужны? Зачем? У мамы скоро день рождения. И я хочу сделать ей подарок. А-а-а. А почему мне не сказал? Так я сам хочу. Сам? Ну, молодец. Давай собирайся. Пошли, партизан. Давайте ей сюрприз какой-нибудь устроим. Пап, ты же у нас в этом деле непревзойденный мастер. Кость, скажи, что она любит-то? Ну, живопись, музыку. Костика! Давайте посадим Костика в большую картонную коробку и перевяжем его синей лентой. Для тети Ани это будет лучший подарок. Нет, у меня есть идея получше. Мама будет в восторге. Только ее надо будет увезти куда-нибудь на один вечер. Хорошо, я это возьму на себя. Нежнее нежного лицо твое Белее белого Твоя рука От мира целого И тихий звук неунывающих речей, речей И даль твоих очей, твоих очей. Тетя Аня, это к вам. Здравствуйте. Ты что здесь делаешь? Как ты узнал, где мы? Твоя начальница в магазине была очень любезна. С днем рождения, Анют! А вы собственно кто такой? Может быть, представишь мне? Это Костя Лин, школьный товарищ. И отец Костя. Сынок, твоя мама не очень рада меня видеть. Но мы ведь всегда можем встретиться с тобой, поговорить по-мужски. Костя, я тебе все объясню. Я не хотела тебя обманывать. Просто этот человек... Я ничего не знал о твоем рождении. Мать не сообщила мне. А как я тебе могла сообщить? Если ты куда-то делся, ты уехал просто и все. Сынок, я правда ничего не знал. Я даже никаких твоих фотографий не видел. Может быть, давай вместе сфотографируемся с тобой? Ты что, совсем с ума сошел? Ты что, ты что делаешь? Ты что, с ума сошелся, что ли? Ты что, вытворялись? Чтобы я тебя никогда больше не видела, ты помнишь? Друга, спокойно. Ты когда что, я тебя больше не видела? Ты когда что, я тебя больше не видела? Пошел в вода отсюда. Ухожу, ухожу, спокойно. Все, успокойся. Костя? Костя, ты куда? Не надо, Костя. Стой! Костя, ну ты рванул. Слушай, давай прогуляемся. Пойдем. Нет, я не понимаю. Да, может ты мне объяснишь, зачем она выдумала эту историю про эту аварию, в которую я никогда не верил. Что, правда не верил? Я думал, она настолько жалкая, что она не хочет с ним общаться. Ну, сказать по правде не Аллен Делон. Пошутила. Я пошутила. А вообще, мне кажется, я ее понимаю. Она боялась, что ты ее не поймешь. Ну, причин, по которым они расстались. И твоя реакция как раз доказывает, что не зря. И вообще, у тебя такое событие, отец нашелся, а ты ноешь. Радоваться надо. Стой, Надя. Зачем люди все усложняют? Я не смогу жить, если Костя не простит меня. Он самый главный человек в моей жизни. Ты поэтому замуж не вышла? Замуж? Ну, как-то не до личной жизни было. Я же сначала ждала, что Элина вернется и будет счастлив, что у нее есть сын. А потом мама умерла. Потом отчим и два инсульта один за другим. В общем, как-то так. Я тебя понимаю. Я знаю. Господи, хоть бы Костя простил меня. Не волнуйся. Костя настоящий мужчина. Я бы хотел такого сына иметь. Да. Я давно хотел тебе об этом сказать. Костя. Костя. Пока. Привет. Привет. Как настроение? Было лучше. Ты меня не обидишь, Бессонов. Давай спокойно поговорим о нас. А нас нет. У тебя кто-то появился? А вот это не твое дело. А ты изменился. Ну, было бы странно, если бы я не изменился. Извини, мне нужно инвентарь собрать. Я позанимаюсь пока. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Аня. Алло. Аня, Николай, он сейчас немножко занят. Может быть, что-нибудь передать ему? Ну, тогда вы завтра позвоните, хорошо? Хорошо. До свидания. Продолжение следует... Девушка, извините, а вы Анна? Да, а вы? А я Люба. Любовь. Не понимаете? Вот, передай Коле. Он вчера забыл у меня. Так это я с вами вчера разговаривала. Да. Хорошо, я передам. Спасибо. Извините, я тороплюсь. Хорошо, что Борис не успел всю мебель вывезти. Кстати, забыла. О, а я думаю, я его потерял. Откуда он учил? Люба с утра принесла. Послушай, я не знаю, что она тебе рассказала, но между нами уже давно ничего нет. Не надо. Я не хочу больше ошибаться. Николай Дмитриевич, с вами все в порядке? Егор Дев, раздевалку. Купи кольцо, сделай предложение. Купи кольцо, сделай. Купи кольцо, сделай. Купи кольцо. Да, Купи. Да, Купи. Ну, вы держитесь там. Я позвоню вечером. Что случилось? Да, тетя Аня заболела, с высокой температурой лежит. Костик уже не знает, что с ней делать. Вот характер, а. Ведь не позвонит и не попросит помощи. Не позвонит. Ну, и ладно. Ладно, пап, я пойду уроки делать. Давай. Сама, сама, все. Ничего. 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 Вали из дома. Он клюнул. Чего-то ты не очень на больной похожа. В общем, вот лекарства, вот витамины. Хорошо, что сам пришел. Я думала, ты никогда не догадаешься. Я соскучился. Я как будто заблудился в другой вселенной. Вместе с тебя. Я тоже многое поняла за эти дни. Теперь я знаю, что такое ревность. Тебе не придется ревнавать меня. Я тебя никому не отдам. Будешь гнать меня. Не уйду. Ну что? Начнем все сначала? Продолжим. Да что, дадим им еще немного времени. А что, если что-то пойдет не так? Сами разберутся, не маленькие уже. Я знаю, что я не могу взять. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Как я смею, ребёнок, упомя? Так. Я знаю. Немца. Я знаю. Когда я смею. Субтитры создавал DimaTorzok